Музыка Какой будет развязка Мира Фрунзы в окончательном варианте, увидим совсем скоро. Сейчас на ней заканчиваются отделочные работы. Основные критерии – комфорт, скорость и безопасность – заложены в саму структуру путепровода, соединяющего столь важные автомагистрали. Две эстакады над крупнейшими авто- и железнодорожными транспортными направлениями сложны сами по себе. В единый комплекс они складывались годами. Строительство то замораживалось, то возобновлялось вновь. И вот финишная прямая. Мы на вершине эстакады через Ярославское шоссе. Самый ответственный на сегодня участок работы. Наверное, вы сами видите, какие колоссальные изменения произошли на объекте. С обустройством занимаемся. Установка знаков, установка барьерного ограждения. Сегодня заканчиваем асфальтобетонные работы последние. Осталось там два примыкания заасфальтировать и в принципе все. Это как раз те не мелочи, которые первыми бросаются в глаза, когда мы едем по эстакадам. И от которых зависит качество движения. Сейчас здесь на эстакаде очень много техники. Но асфальтоукладчики и катки отходят в сторону. А на первое место выходит вот эта машина, сваебойка. Это специальный аппарат для забивания свай, на которых будет монтироваться ограждение полос. Освещение, разметка, дорожные знаки – все должно обеспечивать бесперебойное движение. И нет здесь мелочей. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский. За безопасность газового оборудования внутри участка отвечают домовладельцы. Бывает так. Газ жители потребляют, а вот договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования у них не заключен. Кроме того, они полностью игнорируют визиты специализированной организации. Так, например, поступают нерадивые жители деревни Вешки, которые сегодня не открыли газовикам двери. Абоненты боятся, считают, что к ним приходят отключить газ. Не всегда. Жителям мы идем навстречу, понимаем. Поэтому жителям необходимо открывать проверку газового оборудования. Необходимо, ввиду того, что это их безопасность. Беспокоимся о их безопасности. С нашей стороны ответственность в том, что необходимо заключить договора со специализированной организацией. Многие абоненты попросту не хотят заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования или забывают это сделать. Как Валентина Ивановна упустила из внимания, но она газовиков пустила сразу. Специалисты проверили исправность оборудования, а женщина сразу же подписала договор на ежегодное техническое обслуживание. Проверили исправность оборудования, соответствие оборудования, которое должно быть установлено в абонент, плюс на утечке газа проверили. Все в порядке. В принципе, договор заключаем и обслуживаем. Все очень просто. Нужно всего лишь выйти на контакт и заключить договор. Теперь отключение голубого топлива Валентине Ивановне не грозит, а в ее доме точно будет безопасно. В течение времени действия договора на техническое обслуживание газовики проведут плановые проверки оборудования и всех соединительных систем. Этот дом – это очень трудная система. А что-то я уже сделала, чего-то я не доделала. Ну, вот этого договора у меня раньше не было. Ну, заключили – заключили. Слава тебе, Господи, вопросов больше нет, да? Диагностику необходимо проводить не реже раза в год по установленному графику. Так что обязанность собственников не только иметь договор, но и обеспечить специализированной организации своевременный доступ для технического обслуживания или ремонта оборудования. Так положено по закону. Анна Смирнова, Петр Дзитковский, Первый Мытищинский. В Мытищах продолжаются встречи с жителями сельских территорий. Заместитель главы администрации округа Павел Нуштаев обсудил с жителями деревни Афанасово текущие и перспективные вопросы. В принципе, больших проблем нет. Все те же самые бытовые проблемы – это вода, это где-то свет, где-то, может быть, надо доасфальтировать что-то. Сейчас активно также здесь продолжается программа газификации. После этой газификации необходимо восстановление благоустройства. Но, в принципе, в рабочем режиме мы готовы здесь все решить. Сейчас здесь вот стоим тротуар, кто-то поломал, обязательно его восстановим. Тротуар вдоль дороги к остановке, он был когда-то давно сделан, соответственно, требует уже модернизации, расширения, улучшения и так далее. Несколько улиц, как я уже сказал, необходимо заасфальтировать. Небольшие объемы, в принципе, это, я думаю, даже не вопрос. И в начало благоустроительного периода одни из первых мы сюда зайдем и все это дело устраним. Эта встреча уже не первая. Ранее по просьбам селян уже были произведены работы по благоустройству и освещению территорий. По вопросам благоустройства у нас все выполняется, делается. Вот сделали освещение на улице Невской, произвели демонтаж контейнерной мусорной площадки. Но у нас глобальный вопрос – это передача коммуникации, водопроводных канализационных сетей и КНС. Это самый главный у нас вопрос. Потому что приходится, уже прошло, как говорится, 20 лет и приходится самим жителям, в основном сейчас уже все раньше были молодые, теперь состарились. И, понимаете, содержать все это в своих руках очень тяжело. И поэтому большая просьба к нашей администрации помочь нам в этом вопросе, в передаче всех этих коммуникаций, обслуживающей организации, водоканалу, как это везде делается. Также жители отметили, что на все их просьбы сотрудники администрации реагируют оперативно, в том числе благодаря чатам в мессенджерах, где можно напрямую обозначить проблему и в короткие сроки получить ответ и решение вопросов. В лицее номер два провели родительский общественный контроль организации питания. Проверить качество завтраков и обедов в школе может любой родитель, чей ребенок учится в этом учебном заведении. На встрече обсудили важность правильного и сбалансированного питания, как в школе, так и дома. Для примера, мы когда проводим какие-то мероприятия общегородские, приходят у нас дети и летом, и осенью, когда бы мы их не проводили, и зимой. Вот порой они стоят на каком-то праздничном митинге или еще где-то, и вдруг начинают падать попарок. А знаете почему? Ну, быстренько ребенка подхватываем, спрашиваем, ты чего, тебе плохо, что у тебя, может быть, ты болеешь чем-то. Я не поел сегодня. Если родитель хочет проконтролировать питание ребенка в образовательном учреждении, достаточно через электронный журнал подать заявку. Прийти в школу и не только продегустировать блюда, но и получить ответы на все вопросы. Как организовывается раздача питания, как формируется меню, какие блюда в меню включаются, по каким показаниям, что это соответствует возрасту, физиологическому развитию детей, что это организовано в соответствии с 10-дневным меню, которое утверждено Роспотребнадзором. И, соответственно, приготовление пищи для детей организовывается по технологическим картам, которые точно так же Роспотребнадзором утверждены. В столовой лицея знают о том, что любят дети. Они регулярно делают опросы и составляют школьное меню с учетом вкусовых предпочтений учеников. Макароны, куриные котлеты, это у нас просто, как они пишут сейчас модное слово, топ. То есть у нас все листочки были макароны, топ, пельмени, топ. Потом, что мы выпечку очень любим, тоже детишки очень любят, то есть побольше просят выпечки. Родители с удовольствием попробовали первое, второе, третье и компот. Оценили легкий рыбный суп, макароны с мясом и напиток из сухофруктов. У меня двое детей. Один младшеклассник из третьего класса, другой из шестого, б-класса. Как бы кушают, им все нравится. Мои дети приучены первому, второму, третьему. Поэтому очень нравится. Я в целом сюда уже прихожу не первый раз. Понимаю, что здесь прекрасно. Еда, конечно, хорошая. Все понравилось. Такие встречи в школах и лицеях проводятся на регулярной основе. Уже не первый год. Стоит отметить, что наш городской округ стал первым муниципалитетом, где подобный формат запущен и в детских садах. Татьяна Горностаева, Петр Дзитковский, Первый Матичинский. На совместном совещании администрации городского округа Матичи и дирекции национального парка Лосиный остров выявлены три основных вопроса, которые можно решить только совместными усилиями и в интересах обеих сторон. Традиция взаимодействия уникального природного заповедника и тесно прилегающих к нему муниципалитетов насчитывает не одно десятилетие. Было время, когда считалось, что национальному парку лучше просто отделиться от поселений и проблем не будет. Но в последние годы забот добавилось. В первую очередь участились случаи выхода диких кабанов на улицы микрорайона Дружба. Существующее ограждение вдоль частных домовладений явно не справляется. Надо понять вообще весь алгоритм. Достаточно ли будет установки этого ограждения. Для нас это основная задача обеспечить безопасность наших жителей. Вот в данной ситуации нам надо какие-то совместные действия с вами предпринять. Хотели обсудить. У дирекции национального парка немало претензий к самим жителям. Многие проделывают проходы в ограждении прямо у своих домов. И таких сегодня насчитывается более 15. Стало чуть ли не нормой выносить пищевые отходы на территорию парка и тем самым подкармливать кабанов. Теперь они сами приходят к домам и контейнерным площадкам. Кроме того, бродячие собаки с территории микрорайона свободно попадают в парк и угрожают оленям. Все это искусственные проблемы. Необходима установка информационных баннеров о запрете подкорбки кабанов и недопущение организации самовольных проходов в парк. Наша задача, я считаю, провести разъяснительную работу. Коллег попросить обеспечить несколько входов, установить безопасный регион. Я так думаю, что мы одного деятеля с пилой, с ножовкой или с болгаркой поймаем, второго поймаем, как-то потихоньку пресечем. Линия Лосиного острова вдоль микрорайона Дружба тянется на несколько километров и поддерживать здесь порядок можно только общими усилиями. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский. Учитель года, воспитатель года и самый классный классный. Эти активные, успешные учителя и воспитатели будут соревноваться в трех номинат. В этом году в конкурсе рекордное количество участников – 33 человека. Как только мы говорим про конкурсы профессионального мастерства, значит, это и поделиться своими педагогическими находками, то есть рассказ про свою методическую копилку, какой-то передовой педагогический опыт, какие-то новации. Но и самое главное, самое бесценное – это показать себя в рамках урока или воспитательного мероприятия. И вот именно там мы поймем, насколько конкурсант действительно высоко показывает себя как профессионал. Педагог года проводится в округе уже более 30 лет. С каждым годом он притягивает к себе новых участников, которым всегда есть чем друг друга удивить. Этот конкурс очень важен. Он покажет наше педагогическое мастерство. Очень переживаем, очень нервничаем, весь коллектив поддерживает. Но надеемся достойно представить своих коллег, свою школу, свой детский сад. В каждой номинации предусмотрены конкурсные испытания. Многие педагоги участвуют в первый раз, поэтому и волнуются. Однако здесь, как говорится, главное – участие. В педагогическом сообществе важно взаимодействовать, обмениваться опытом и идеями. Раз учителя – это люди, которые на сцене практически каждый день, то все у нас получится. Мы победим, мы все сделаем как нужно. И я думаю, что сможем действительно презентовать свой педагогический опыт на высшем уровне. Для педагогов конкурс – это не только отличный шанс заявить о себе и познакомиться с новыми людьми, но и достичь новых вершин в любимой профессии. Анна Смирнова, Константин Бондаренко, Александр Соломкин. Первый мытищинский. Сегодня почти 35 тысяч подмосковных 11-классников написали итоговое сочинение. Для проведения проверки знаний в школах региона были организованы 305 пунктов. В мытищах итоговое сочинение написали почти полторы тысячи учащихся. Для этого были созданы 12 пунктов проведения сочинения. Один из них на базе школы номер 10. Дети должны быть все в равных условиях, созданы все комфортные условия, чтобы ребенок пришел, написал сочинение спокойно, размеренно. Они выбирают ту тему, которая им более близка. И их главная задача – написать сочинение, чтобы оно было ориентировано именно на художественное произведение. Для того, чтобы меньше было ошибок, мы подготовили каждый день на каждом словаре. Ученики пишут сочинения не в своей школе, а, как правило, в соседней. Для этого ребята приходят заранее, как минимум за час, чтобы настроиться, успокоиться и пройти все организационные процедуры. Волнение не такое сильное, потому что уверена в своих силах. Есть нужный литературный материал за плечами, который точно поможет мне в написании итогового сочинения. Словарь, если нужно, выдадут, а с собой только паспорт и черную гелевую ручку. Каждого ученика проверят в соответствии с установленными требованиями безопасности, в частности, металлодетекторами. А сама процедура в течение почти четырех часов будет проходить под пристальным вниманием наблюдателей и камер видеофиксации. Готовились, не волнуемся, все на ближайшее, все хорошо. Да, настроить хорошие, мы готовились, поэтому мы верим свои силы. Вы его настроили. Итоговое сочинение – это допуск к единым госэкзаменам, которые пройдут в конце учебного года. Его результаты станут известны 21 декабря. Юлия Федориненко, Константин Вондаренко, Первом и Тищенске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это будет последней каплей. Ты разобьешь свою жизнь. Семья. Работа. Увлечение. Не разбивай себе жизнь. Не выходи пьяным на пути. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова